Дональд Трамп снова станет президентом США. Хотя еще не все голоса подсчитаны, Трамп уже набрал необходимое для победы количество. Посмотрите, что произошло. Это ли не сумасшествие? Но это политическая победа, не виданная ранее. Я хочу поблагодарить американцев за честь быть 47-м президентом и также 45-м президентом. Эти выборы в США стали самыми знаковыми в истории. Самые дорогие, потрачено около 16 миллиардов долларов. Самые непредсказуемые, разрыв между кандидатами по предварительным опросам всего 1-2%. И самые яркие кандидаты. Первая темнокожая женщина и первый осужденный за тяжкое преступление мужчина. Он говорит, что он собирается стать диктатором в первый же день. Его бывший начальник штаба, два министра обороны и советник по национальной безопасности. Люди, которые работали с Трампом в Белом доме, сказали, что он не подходит на эту должность. И он опасен. Люди, которые знают его лучше всего. Кроме того, в этих выборах зафиксировали беспрецедентное снижение культуры дискуссии со стороны Трампа, который постоянно унижал и даже угрожал оппонентке. Ее никто не уважает. Ей никто не доверяет. Никто не воспринимает ее всерьез. И все знают, что у нее очень низкий IQ. Как бы защищая Харрис, в противовес Трампу выступили большинство женщин. И впервые в истории активной стала группа 65+. Также Харрис поддерживали 83 миллиардера, включая Билла Гейтса и Майкла Блумберга. За Трампа выступили 52. Главным спонсором из них стал Илон Маск. Если мы не выберем Трампа, мы потеряем демократию в этой стране. Мы потеряем двухпартийную систему. Выборов больше не будет. Что же касается войны в Украине, Камала Харрис обещала продолжить политику президента Байдена. А вот Трамп в своей победной речи снова пообещал закончить войну. Осталось только понять, как. Они говорили, он начнет войну. Я не начну войну. Я закончу все войны. И это станет победой демократии и свободы. И вот популистические заявления про окончание войны в течение 24 часов это одна из частей вот этой стратегии политтехнологической, которая использовалась. Но сказать однозначно о том, какой будет политика Трампа по отношению к российской агрессии, я думаю, что мы сможем уже после инаугурации. И, кстати говоря, не обошлось и без российского следа. В четырех ключевых штатах Аризона, Джорджия, Мичиган и Висконсин поступила информация о заминировании участков. Нам приходили угрозы взрывов на участках российского происхождения. Мы просто будем оперативно реагировать на подобные вещи. Мы определили источник. Он был из России. Это многое говорит о россиянах. Они не наши друзья. Любой, кто думает иначе, не читает газет. Что касается России, Путин уже заявил о поддержке одного из кандидатов. А аналитики утверждают, что победа Трампа может стать не такой уж и выгодной для России. Ну, я же говорил, у нас, значит, фаворитом, если можно сказать, был действующий президент, господин Байден. Вот он, его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим, значит, сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. И российские бетафермы, и проплаченные Кремлем блогеры, все они очерняли Харрис и воспевали Трампа. Поэтому на данном этапе россияне потирают руки, считая, что это их победа. Но это не значит, что предвыборные обещания, либо лозунги, которые звучали от представителей команды Трампа, да и зачастую от самого Трампа, будут реально осуществлены. К чему же приведут выборы? По официальным сообщениям, обе команды, независимо от результатов, готовятся к затяжным судам. Кроме того, у многих есть страх повторения штурма Капитолия 2020 года. Но власти США уже пообещали, что подобного сценария не будет. У нас свободные и честные выборы. Мы будем следовать Конституции. И все эти гиперболы и безумия о том, что они пытаются сорвать выборы, все это неправда. Просто слишком много эмоций и дезинформации. Всем нужно успокоиться. Я не думаю, что в этом году будет повторение этой истории, потому что демократы, они более системные политики, которые не готовы обращаться к улице для решения своих проблем. Можно было бы рассчитывать на какие-то волнения, либо более активные радикальные действия, если бы кандидаты шли близко друг к другу. Но тут довольно большой разрыв. О том, как президентство Трампа может повлиять на войну в Украине, поговорим прямо сейчас в нашей студии.